И все, привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик непосредственно посвящен анонсу, который у нас появился прямо вот буквально где-то минут 20-30 назад. Посвященный Хэллоуину, посвященный новым устройствам и изменениям овердрайва. Сегодня обо всем по порядку пройдемся. Если вам заходит разговорного рода видеоролики, которые еще и как бы максимально быстро выходят, то поддержите видеоролик лайком, мне будет очень приятно. Обо всем по порядку, начнем, наверное, давайте с Хэллоуина. Я тут уже все прочитал. Все самые важные, наверное, пункты сейчас вам расскажу. Пройдусь по ним, да, если смотреть тут по скидкам, да, то есть 30% скидки в магазине и в гараже. И по ускорениям там тоже 30-50. В общем и целом дефолтные скидки на не сверхзначимые ивенты в танках онлайн. Ивент, вообще общий, общий ивент Хэллоуина уже начинается с завтрашнего дня, с 29 октября до рестарта 2 ноября. То есть с 29 полноценно до 1 числа, да, целое 1 ноября. То есть все выходные вы можете спокойно пятницу, субботу, воскресенье катать, нагибать, разваливать. Что же у нас будет, да, что у нас будет? Понятное дело, что там всякие спецпаки и всякое прочее дребедень, которое мне, конечно же, не интересно. Особые миссии практически дефолтные, да, то есть я, честно говоря, ждал увидеть здесь что-то интересное, что-то новое, что-то уникальное. Но ничего такого нового я здесь не вижу. Есть сбросить 100 голдов ради получения 5 ультраконтов, что я, наверное, никому даже не советую делать. У кого золотые ящики свои лично накопленные, то лучше 5 этих ультраконтейнеров ради 5 белых свечений скидывать 100 голдов. Но это такое все, короче. Я точно, скорее всего, этого делать не буду. Поймать 35 голдов, получить 1 ультраконтейнер за 35 голдов, ну это тоже, конечно, печаль беда. 20 тысяч очков, 3 ультраконта, 200 танков уничтожить с рельса Магнума Гаусса, 2 ультраконта. Но тут, конечно, вот это изи, вот это изи, это изи, да, то есть 45 убедрайвов на харьке. То есть довольно простые задания, тут как бы можно получить нормально, ну 20к это тоже дефолтные задания. Что касаемо вообще самого Хэллоуина, что у нас будет? Он у нас будет, получается, 2 только дня на выходных. И у нас будет, ну понятное дело, что на весь ивент, да, будет там дополнительный x2 фонды, x2 опыт, да. Но, получается, у нас на выходные дни будет уже специальный режим. Это режим, я так понимаю, демки, да, потому что про Джаггернаут здесь ничего не написано. И у нас будет, я так понимаю, именно метеориты. Метеориты, кто-то с этим согласен, кто-то не согласен, кому-то они нравятся, кому-то не нравятся. Я, честно говоря, ну что я могу сказать? Метеориты это, ну такая тема. То есть, с одной стороны норм, с другой стороны шляпа усатая, потому что я все-таки думаю, что в моем случае было бы неплохо там поиграть условно на каком-то харьке и поформить киллы, да. И тогда уже половить как-то голды, да. То есть, если бы они падали бы у нас с неба. А так как у нас метеориты, то шанс ловли этих золотых ящиков с харьком будет тяжелее, да. То есть, тебе надо как бы давать киллы туда-сюда, хотя с другой стороны тоже там могут быть кучи, ты можешь нормально там сводиться, уничтожать. Поэтому, ну посмотрим. Я не знаю, что из этого получится. Но, в общем и целом, какой-то такой, да, Хэллоуин. Я немножко другого, наверное, ожидал, хотя, ну тут типа, понятное дело, что логика разработчиков это дефолт, ничего нового они придумать не смогут. И тут, с одной стороны, ты ждешь чего-то большего, а на деле как бы ты как бы и сам понимаешь, что, ну, ничего большего не будет, потому что это танки онлайн и тут как бы, ну, все будет как всегда. Да, то есть, опять, просто скопируем то, что было в прошлом году, добавим чуть-чуть там какой-нибудь новой ерунды и все. Вот тебе, вот тебе Хэллоуин, нате и распишитесь. Посмотрим, что из этого будет. Метеориты, ну, такое, 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 я не знаю, честно, да. Может быть, это будет как бы интересно, может и нет. Там будет видно, короче, покатаем, посмотрим. Я, все-таки, сейчас уже на ивентах больше не гоняюсь за голдами, за контейнерами, а больше стою там, накидываю урон, там, знаете, да, для демки. Мне больше уже как-то по кайфу киллы давать, формить кристаллы, да, а не бегать за голдами, потому что, по сути, я могу то же самое формануть без голдов. Кому-то нравится ловить золотые ящики, кто-то их будет определенно ловить. Ну, и самая главная новость, которая меня, наверное, немножко поразила, немножко удивила, да, уже вчера на тестовом сервере были, в принципе, показаны новые устройства, да, и сегодня о них уже как бы идет речь, то, что они уже появляются у нас завтра с рестартом 29 октября. Все устройства на пушке есть по одному новому устройству на каждую, я так понимаю, пушку, кроме жиги, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нет, десять, только у нас получается всего пушек, сколько там, тринадцать или четырнадцать, ну, короче, десять на жигу нету, на твинс нету, да, из того, что я вижу, и вроде на гром нету, да, на все остальное. А, и вулкан, да, вот эти четыре пушки у нас, получается, не присутствуют здесь устройства, на все остальные пушки есть устройство. Короче, в общем и целом, если сказать вам вкратце и не считать каждую пушку и каждое устройство, то у каждого устройства на каждую пушку есть эффект, который отключает защиту. У кого-то это просто ты там призом дуешь, отключается защита, молотом попадаешь дробями, да, последним именно выстрелом написано в обоими, рикошетом это, например, все шарики, которые ты отрикошечиваешь, да, смокатом это вместо крит урона, я так понимаю. Ну и, короче, вот у каждой пушки есть своя уникальная такая способность, которая отключает защиту. Ну и также появляется для всех корпусов иммунитет от этого самого пробития, то есть, чтобы вы не теряли эту защиту, да, то есть, чтобы у вас как бы ничего не менялось. И, ко всему прочему, также, я так понимаю, что этот иммунитет от пробития будет еще и защищать от харька. Если я правильно понял, что тут было именно написано. Овердрайв Хорнента там всем полюбился, ну, короче, они нашли способ занерфить данный харьок за счет того, что появляются у нас устройства иммунитета от пробития, и, соответственно, он будет нерфить овердрайв харька. Это, наверное, даже, я бы сказал бы, жестко. Это жестко, да, то есть, я не знаю, что будет из себя представлять харьок после того, как будет в катках, например, ну, понятное дело, первое время там их не будет много, да, потихонечку, потихонечку, потихонечку их будет становиться больше этих самых игроков, у которых будут иммунитеты от пробития, да. Я, кстати, сегодня открыл контейнеры, и если бы я знал бы, что завтра уже это выйдет, я бы, наверное, сегодня контейнеры не открывал, открыл бы их завтра. Хотя, есть шанс того, что те контейнеры, которые у меня были сегодня, завтра они уже станут как старые контейнеры, потому что появляются новые устройства, поэтому, может быть, зря открыл я, может быть, не зря. В принципе, посмотрим. Ну, да, я открыл, открыл, там, мне бы, все равно, наверное, никакого иммунитета от пробития бы и не выпало. В общем и целом, как-то так. Что касаемо харька, я, честно говоря, ну, наверное, это жесткий нерв. Я думаю, что это жесткий нерв, и это именно тот нерв, который изменит немножко баланс, и на харьке станут играть в дальнейшем намного меньше игроков. И все эти устройства на пушке, это больше, наверное, как плюс. Может быть, кто-то со мной не согласится, может быть, кто-то со мной согласится. Но поймите одно, если отключается броня, соответственно, быстрее умирают танки. Если быстрее умирают танки, значит, вы можете дать больше киллов. Если вы можете дать больше киллов, значит, игра становится быстрее, динамичнее и, возможно, в какой-то степени интереснее. Хотя, я знаю себя, и если я буду встречать таких игроков, и у меня не будет резиста, то есть защиты, да, ну, именно этого иммунитета, да, то у меня срака будет сгорать. Но это я, как бы, по себе знаю. Поэтому, с одной стороны, что-то новое, которое будет влиять на динамику и на скорость игры, и это, как бы, плюс. С другой стороны, ну, возможно, будут такие вот моменты, да, когда тебе будет, там, некомфортно. Это как с Гауссом, который отключает, например, расходку, да. То есть, будет как-то неприятно. То есть, когда ты играешь сам на нем, тебе, как бы, в кайф. Когда ты играешь против него, ты страдаешь. Поэтому здесь, как бы, палка в двух концах. Но, уже что-то интересное. И я надеюсь, то, что эта вещь будет доработана, да. То есть, это будет не, вот, завтра не сырой какой-то материал выйдет, который, ну, я просто посмотрю, покатаю, запишу видос, скажу, Да, ну и он нафиг, шляпа полная, да. А то, что это будет реально не сырой материал, который будет выглядеть довольно круто. И при любом раскладе, все эти устройства, которые имеются на 10 пушек, я уверен, что из них будут те, которые имба, и те, которые не имба. Потому что у каждой пушки с этим устройством эффект, как бы, одинаковый. Но, чтобы получить этот эффект, надо сделать разные мувы, да. То есть, на рикошете, например, надо рикошетить шариком. На молоте это только последний выстрел, да. На фризе это весь баллон, я так понимаю, с этим устройством. Поэтому будет интересно посмотреть. Но урон там, например, снижен будет, да, на фризе тома. Поэтому будем чекать. Это неплохие новости. Я надеюсь, то, что вы вообще, как бы, хотите у этого увидеть, да. Если это так, то в комментариях под этим видосом напишите, да. Записывать мне видосы по пушкам. Потому что я попрошу, чтобы мне их выдали на тесты ваг, чтобы я мог сам, как бы, протестировать, посмотреть. Интересно еще, за что они будут. Возможно, эти устройства будут заданы. Да, здесь, как бы, я по этому поводу не нашел, если вы, короче, нашли, что здесь написано по поводу, там, за донатами будет или за кристаллы, то можете написать в комментариях. Но тема интересная, да. То есть, посмотрим, 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 что это вообще будете себе представлять. Ну и, если интересно, как я уже сказал, то пишите. Будем тестить. Будем тестить. Будем смотреть. Будем наблюдать. Ну и с завтрашнего дня уже полноценно, как бы, мини-эвент стартует. Плюс выходные, голды. Все эти замечательные движения. Пишите по этому поводу в комментариях, что вы думаете, как вам Хэллоуин, как вам новые обновления. У меня, друзья, на этом все, наверное, все, что я хотел быстро вам рассказать, все эти мысли, которые у меня сразу появились в голове, я изложил. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok